Всем привет, гики, киноманы и геймеры! Сегодня пятница, время Дэвида Духонова, поле чудес, новых фактов и обзоров. Поехали! Пора бухать! Пора бухать! Пора бухать! Пора бухать! защитить и выслушать. Флэш отвечает за юмор в фильме. Юмором он скрывает боль, но когда он будет состоять в Лиге справедливости, боль пройдет. Эзра Миллер в интервью весело шутит про своего персонажа. Он всех раздражает, но в то же время у него ни с кем нет разногласий. Дядя рыба Кари, Аквамен, очень угрюмый. Брат Бэтмен тоже вечно ворчит. Он всю жизнь борется с преступностью. Чудо-женщина очень заботливая, даже когда ее бесит Флэш. Она все равно остается весьма отзывчивой. Кстати, насчет недовольства многих фанатов по поводу костюма Флэша после очередного нового фото из Лиги справедливости. На этом 3D макете можно четко разглядеть детали его костюма. Керси Клемманс играет роль Айрис Вест, подружку Барри Алина уже в Лиге справедливости. Кепберг появится в сольном фильме The Flash. Его играет, напомним, актер Рэй Фишер. Эзра Миллер родился в семье танцовщицы немецкого происхождения Марта Миллер в девичестве Кох и старшего вице-президента издательства Hyperlink Books Роберта Миллера еврейского происхождения. У него есть две старшие сестры Сая и Кэтлин. Чтобы побороть дефект речи, начал заниматься пением. Играл в постановках театра Метропольтен опера в 6 лет. Принял участие в премьере современной оперы Филиппа Гласса «Белая ворона». Миллер снимается в кино и на телевидении с 2008 года. Среди его телевизионных работ небольшие роли в сериалах «Калифорникэйшн» и «Дорогой доктор». На большом экране актер появляется преимущественно в независимых фильмах, таких как «Выпускники», «Сити Айленд», «Помни о Гонзе», «Каждый божий день», «Родственнички», «Что-то не так с Кевином» и «Хорошо быть тихоней». Помимо киноэзра занимается музыкой. Он барабанщик и вокалист в группе «Sons of an illustrious father». Последний его кинопроект, который вы видели на экране, это «Фантастические твари, где они обитают». И еще немного новостей от вселенной DC. Официальный пресс-релиз Лиги справедливости от Warner Brothers. Обратите внимание, Джорджа Миллера нет в списке, как и Джо Манганьелла в роли Девстроука. Трейлер к фильму «Бэтмен» 2018 года появится ближе к зиме 2017 года. Нам известно, что съемочный процесс начнется весной 2017. К этому времени у создателей будет уже достаточно материала, чтобы выпустить тизер-трейлер к Рождеству. В 2017 году мы уже видим Лигу справедливости на экранах. Именно она плавно подведет нас к событиям, случившимся в перезапуске «Бэтмена». Бонус – фотографии «Бэтмобиля» от производственного дизайнера фильма «Лига справедливости». А с вами была я, Гюнелли. До скорого!